Мы снова возвратимся к библейскому герою. Мы начнем сегодня и завтра продолжим. По Ное. Ной. Ноах. 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 Мы читаем в 11 главе книги «Послание к евреям». Верую Ной, 11 глава, 7 стих. Верую Ной, получив откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Давайте сначала быстро пробежимся по Писанию. Верую Ной, получив откровение о том, что невидимо. Поэтому в тот момент ничего не было физического, ничего такого, за что он мог бы взяться. Он не мог прикоснуться, почувствовать, понюхать, потрогать. Но он знал это от Бога, что что-то произойдет. Бог предупредил его. И сказал, что вот что произойдет. Я хочу, чтобы ты начал строить ковчег на сухой земле, где нет никакой земли, нет никакой воды. И этот ковчег не должен быть маленьким. Не должен быть маленьким. Кто был ковчег? Но. Но исполнился святого страха. Благоговее тут сказано. Он имел это благоговение, почтение, страх перед Богом. Знал, кто такой Бог. И затем он... Благодаря своей вере, своему доверию, он осудил весь мир. То есть, через то, что он делал, он показывал всему миру, показывал всему миру. Слушайте, вам нужно изменяться. Потому что что-то произойдет. Этому мы можем научиться только, когда посмотрим на этого героя. Этих героев. Этот процесс, через который мы пройдем со всеми людьми, о которых мы говорим. Что... Почему мы можем определить, что у них была вера, надежда на Бога? Или же, что мотивировало их? И затем дальше продолжение стиха. «И сделался он наследником праведности по вере». Как мы видим, Бог что-то дает. И в этом случае ему засчитывается праведность. Здесь это идеальный пример нашей роли как адвокатов. И вера должна основываться на убеждении, а не на доктринах. Это нужно помнить, что это не просто какой-то доктринальный вопрос. Это вера, которая приходит из убежденности. И поэтому наши поступки будут с верой. И как многие из тех, которые были до Ноя и после него, у Ноя не было никого, с кем бы он мог посоветоваться. Также никаких требований к Ноя не предъявлялось в отношении каких-то динаминационных требований. Единственной власть, которую он знал и принимал, был Бог. И это все, что на самом деле и требуется. И как мы идем дальше, нужно помнить, что мы изучаем, какая у него была вера. И как благодаря этой вере он вошел в этот почетный, в этот почет и записан на этой доске почета, доске славы. И как в этом случае, это не изучение потопа, как это все было. Поэтому не ожидайте ответа в этом. Что мы знаем о Ное? Первая ссылка на него в Бытие 5.25. Может даже 28 стих надо почитать. Двадцать восемь, двадцать девять. Жил сто восемьдесят два года и родил сына. И нарек ему имя, Ноя, сказав, Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил нам их по рождению Ноя пятьсот девяносто пять лет. И родил сынов и дочерей. Говорится, что его отец Ламех. И этому джентльмену было сто восемьдесят лет. Но он назвал его Ной. Что означает Утешит покой. Так как он утешит нас в нашей работе и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь, которую проклял Адонай. Как же вообще Ной может давать этот покой и утешение? И вот это возделывание, работа и труд рук наших. Ответ этого мы можем найти в бытие 3 главе, 17 стих, по 19 стихе. И сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Funny. Слушать жену. За то, что ты послушал голоса жены твоей, ела дерево, которым я заповедал тебе. Не ешь от него. По этой причине проклята земля за тебя. Будешь со скорбью питаться от нее все дни жизни твоей. Терния и волчься произрастет она тебе. И будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб. Доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят. Ибо прах ты и в прах возвратишься. Позвольте мне рассказать вам смешную историю. Интересную историю. Возможно, вы ее и слышали раньше. Может, я рассказал или кто-то другой. Маленький мальчик приходит к своей маме. И говорит, Мама, мама! Спрашивает, правда, что мы пришли из праха и возвратимся в прах? Мама говорит, Да, правда, так в Библии написано. Мама, Быстро, иди сюда. Кто-то приходит или уходит, возвращается в прах под моей кроватью. Пришел в прах, и шел в прах. Пыль там, то есть, под кроватью. Если вы не поняли ничего, то завтра будете смеяться. Это не связано с тем, что мы говорим. Но, в любом случае. Это ровно-ровно. Это ровно-ровно, да. Так, по его very name, Noah prophesied о том, в котором God's people были отбросили от крылья. Поэтому, можно сказать, само имя Ноя, это пророчество о том, как человек будет избавлен от проклятия. Можно сказать, с одной стороны, Ноя — это живое пророчество. Пророчество о том, как будет осуществлен суд. Сначала суд, а потом воскресенье. Что суд придет на землю. И что после всего будет воскрешение. Если не понимаете, то мы возвращаемся к этому, либо запишите себя как вопрос. Окей, the second thing that we can see here. He was the tenth in the line of the sons of God, as recorded in Luke 3. And where it says? Luke chapter 3 Luke chapter 3 verse 36 to 38 Стихи 36-38 Там можно сказать, родословная вся и Ной, он десятый по счету от Адама. Луки 3 Третья глава, стихи 36 и до конца. Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иеретов, Малилеилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Поэтому он десятый по счету идет. Отмечал. И цифра 10 в библейской нумерологии означает идеальное совершенство или идеальная полнота Божья. И таким образом это картина от Божьего суда до окончательного восстановления. Цифра 10 в библейской нумерологии символизирует совершенство Божественного порядка. И в этом случае это полный цикл от Божьего суда до восстановления. Ной жил до 950 лет. Он был старым, зрелым. Он был восьмым проповедником праведности. Мы читаем об этом во 2 Петра 2,5. Где говорится, что Бог не пожалел предыдущего мира. Но сохранил Ноя. хералд от праведности. Бог не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых. цифра восемь всегда ассоциируется с Иешуа. Ассоциируется с Иешуа как с Мессием воскресенье, восстановление и новое начало. Это все темы его жизни, что значит Ноя. И впервые Ноя появляется на сцене истории, когда ему 500 лет. Бетие 5,32. Ною было 500 лет и родил Ноя с Сима, Хама и Иофета. Ничего не известно о его первых ходах жизни. Если только взять дополнительную литературу, что там записано? Книга не каноническая книга Ясира. И где сказано, что Ной женился на Намах, эта дочь была Еноха, и в возрасте how old was he? 498. И он женился когда ему было 490 лет. Ян. Он был молод. Он был молод. Он был молод. Ну, мы, конечно, не знаем в отношении этого комментариев в неканонической Библии, в неканонической книге. Так как это неканонический источник. Ну, когда-то все-таки он женился, откуда у него дети. Даже не знаю, есть ли в Библии имя его жены. Я так не думаю. Каковы особенные качества можно увидеть в Ное? Бытие 6 глава 8-9 Ной обрел благодать перед очами Господа. 8 стих Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом. Вот какие у него качества. Он был под благодатью Бога. Он был праведным и непорочный в своем поколении. и это было благодаря тому, что он ходил перед Богом. Ходил перед Богом. То, насколько мы ходим с Богом, определяет наши качества, что у нас будет. когда мы продолжаем идти вместе с Ним, мы продолжаем изменяться и будем изменяться по Его образу. Это очень важный аспект. Он нашел благодать перед очами Господа. Благодать означает милость, благость и доброту. Интересно, что похожая фраза используется в отношении Моисея и Лота. В Бытие 19,19 мы читаем о Лоте. Но Лот сказал, «Вот раб Твой обрек благовление пред очами Твоими и велика милость Твоя, которую Ты сделал со Мною, что спас жизнь Мою». И затем Исход 33-я глава. Стихи 12-14 Моисе сказал «Господи» Моисе и сказал «Господи» «Вот ты говоришь мне веди народ и не открыл мне кого пошлешь со Мною». Хотя ты сказал «Я знаю тебя по имени и ты приобрел благоволение в очах моих». Итак, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю «Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих». И помыслил что сии люди «Твой народ». Господь сказал «Сам я пойду и веду тебя в покой». Тут сказано в последнем стихе «Сам я пойду или мое присутствие пойдет с тобой и я дам тебе покой». А есть еще другой стих Моисей говорит «Не надо просить меня идти дальше если только ты не пойдешь вместе». Поэтому очень важно становится когда Божье присутствие идет вместе с ними. И наша ходьба перед Богом и с Богом это ключевой момент чтобы наша вера возрастала. Также сказано о Ноах что он праведный. праведный то есть не был без наконья он праведен он исполнял закон был праведен во всем том что говорил и делал. Это также видно в Бытие 7 1 «И сказал Господь Ною «Води ты и все семейство твое в ковчег ибо тебя увидел я праведным перед мною вроде сём». Бог увидел его праведность даже в той ситуации в которой он жил. Также следует помнить те времена в которые жил Ной. Все было настолько плохо что Бог уже говорит «Ну да надо сойти вниз и это все прекратить». Иногда я говорю «Вы должны быть свидетелями там где вы находитесь». А сразу такой ответ я слышу «Да не знаешь ты вообще где я живу и в каких условиях». И когда я читаю о тех условиях которых жил Ной то трудно вообще представить себя может еще что-то более труднее есть чем то. И вполне возможно что люди предавали всевозможной аморальности и сексуальным грехам. So if we look at it that way I think we need to understand that we can be a witness we can be a testimony in whatever situation we go into. И также нужно понимать что мы можем быть свидетелями в любой ситуации в которой мы не находились. И еще тут говорится он был непорочным в своем поколении в своем роде. Его генеологию мы разословно проследили в третьей главе Луки shows that he was pure and untainted coming down from Adam и видно что он был чист прямо как от Adam происходил. Otherwise he would have been referred to as being unrighteous and ungodly. И в другом случае они говорили как о нечестивом и небожем неблагочестивом человеке. Let us not overlook the fact that the race of Adam was formed especially by God in the first place. Race? А. И также давайте помнить что первых людей первых представителей Бог создал. цель Бога для них была в том чтобы они были чистыми и праведными. И цель Бога для них была в том чтобы они продолжали жить так как Бог это предназначил. И Бог хотел благословить их. но потомки Адама все-таки поддаются этому греху. Поэтому Богу приходится начинать все сначала. И это была основная причина того почему Бог всех уничтожил. когда мы читаем Бытие 6 1 7 6 глава 1 7 стихи Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих что они красивы и брали их себе в жены какую кто избрал и сказал Господь не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками потому что они плоть пусть будут дни их 120 лет в то время были на земле исполины особенно же с того времени как сыны Божьи стали входить к дочерям человеческим и они стали рождать это сильные издревле славные люди и увидел Господь что велико развращение человеков на земле и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время и раскаялся Господь что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем а еще восьмой стих но и же обрел благодать пред очами Господа что произошло в этой истории в подробностях мы не будем это разбирать очевидно кто-то вмешался и загрязнил человеческую расу и некоторые считают что это какие-то падшие ангелы которые сходили и лично не знаю правда или нет это но очевидно что кто-то пришел что-то пришло и так что Бог говорит дальше так нельзя и видим что Ноэй обретает благодать в глазах Бога Божьих И очевидно что он и его семья не принимали участие во всех тех вещах окружающих так же там говорится он ходил перед Богом то есть то есть Бог Бог благоволил к Ною что у Ной были близкие взаимоотношения с Ним и постоянно был у Ной контакт с Богом эта фраза ходил перед Богом с Богом три раза в Писании упоминается и только о двух людях о Енохе и о Ноэ в Бытие 5.22 и 24 и Енох жил 65 лет и родил Мафусала и ходил Енох перед Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей все же дни Еноха было 365 лет и потом ходил Енох перед Богом и не стало его потому что Бог взял его и затем еще такая же фраза используется в Бытие 6.9 когда говорится Ной ходил перед Богом также мы можем вспомнить об Адаме об Адаме когда в 3 главе там говорится Бог спускался ходил с Адамом в прохладе дня и similar with whom with noah и мы видим эти 3 похожие ситуации как Бог общался с Адамом и но ходил перед Богом и но ходил перед Богом и именно это Бог хотел от самого начала Он хотел очень близких самоотношений чтобы люди говорили с ним и общались с ним Can I just ask how long you want to continue still yeah yeah I think it's a good position to to stop right now maybe and we'll continue and then tomorrow завтра сейчас мы перерыв и завтра продолжим